День семьи любви и верности в России официально отмечают, начиная с 2008 года. Правда, в этом сезоне семейного разгуляя не получится. Коронавирус вновь и вновь вмешивается в планы. Но это не значит, что брачные узы и любовь становятся слабее. В Приморье в этот день чествуют самые крепкие пары и вручают специальные медали. Их получат 33 приморские семьи в 18 районах. Помимо этого, 8 июля заключили брак 22 пары в 11 муниципалитетах. Также с сегодняшнего дня во Владивостоке начинает ездить специальный семейный автобус. Транспорт украсят различные семейные фотографии. Покровителями семьи и брака издревле считаются святые Петр и Феврония. День их памяти 8 июля отмечает русская православная церковь. История любви этой пары описана в древнерусской повести. Муромский князь Петр вступил на престол в 1203 году, а за несколько лет до этого он заболел неизлечимой болезнью. Тогда ему приснился весь часон о том, что его сможет вылечить Феврония, дочь пчеловода. Она исцелила Петра с условием, что он женится на ней. Обещание пришлось сдерживать. Петр полюбил Февронию за ее доброту, мудрость и благочестие. Они жили и правили Муромом долго и счастливо. Умерли влюбленные в один день и час. А через 300 лет русская православная церковь причислила Петра и Февронию к лику святых. Символом дня семьи, любви и верности является ромашка. В день праздника принято дарить любимым легкие белоснежные букеты. В простоте этих цветов скрывается важный смысл. На Руси они считали символом искренней любви. Скромная и нежная частица русской природы не утратила популярности и сегодня. Достаточно вспомнить всем известное гадание – любит, не любит. Сегодня на просторах интернета всероссийскому празднику посвящены различные флешмобы. Одним из самых популярных стала акция «Благодаря моей семье». Она призвана напомнить о ключевых семейных ценностях – любви, доверии, заботе, верности и взаимоуважении. Десятки тысяч россиян узнают о том, что большая семья – это интересно, современно и совместимо с другими целями в жизни, а родители смогут поделиться счастливыми моментами из жизни своей семьи. Дмитрий Беломеснов, Денис Фадеев. Новости на восьмом.